2. Иные государственные преступления. Статья 11. Нарушение национального и расового равноправия. Умышленные действия, направленные на возбуждение национальной или расовой вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства, а равно прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой или национальной принадлежности, наказываются лишением свободы на срок до трех лет или штрафом до двух тысяч рублей. Те же действия, соединенные с насилием, обманом или угрозами, а равно совершенные должностным лицом, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет или штрафом до пяти тысяч рублей. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные группой лиц, либо повлекшие гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до десяти лет. Статья 12. Разглашение государственной тайны. Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом которому эти сведения были доверены или стали известны по службе или работе, при отсутствии признаков измены родине или шпионажа, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Статья 13. Утрата документов, содержащих государственную тайну. Утрата документов, содержащих государственную тайну, равно предметов, сведения о которых составляют государственную тайну, лицом которому они были доверены, если утрата явилась результатом нарушения установленных правил обращения с указанными документами или предметами, наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет. То же деяние, если оно причинило тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. Статья 13.1. Передача иностранным организациям сведений, составляющих служебную тайну. Передача или собирание с целью передачи иностранным организациям или их представителям экономических, научно-технических или иных сведений, составляющих служебную тайну, лицом которому эти сведения были доверены по службе или работе, или стали известны иным путем, наказывается лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до двух лет. Те же действия, причинившие крупный имущественный ущерб государственным или общественным организациям, либо повлекшие иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до восьми лет. Статья 14. Бандитизм. Организация вооруженных банд с целью нападения на государственное, общественное предприятие или учреждение, либо на отдельных лиц, равноучастие в таких бандах и в совершаемых ими нападениях, наказывается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки, или смертной казнью с конфискацией имущества. Статья 14.1. Действия, дезорганизующие работу исправительно-трудовых учреждений. Лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, терроризирующие в местах лишения свободы осужденных, вставших на путь исправления, или совершающие нападения на администрацию, а также организующие в этих целях преступные группировки или активно участвующие в таких группировках, наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет. Особо опасные рецидивисты, а также лица, осужденные за тяжкие преступления, совершившие действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет или смертной казнью. Статья 15. Контрабанда. Контрабанда, то есть незаконное перемещение товаров или иных ценностей через государственную границу СССР, совершенное с сокрытием предметов в специальных хранилищах, либо с обманным использованием таможенных и иных документов, либо в крупных размерах, либо группой лиц, организовавшихся для занятия контрабандой, либо должностным лицом с использованием служебного положения, а равно контрабанда взрывчатых, наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ, оружия, боеприпасов и воинского снаряжения, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки. Статья 16. Массовые беспорядки Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, разрушениями, поджогами и другими подобными действиями, а равно непосредственное совершение их участниками указанных выше преступлений или оказание ими вооруженного сопротивления власти, наказываются лишением свободы на срок от двух до пятнадцати лет. Статья 17. Уклонение от очередного призыва на действительную военную службу Уклонение от очередного призыва на действительную военную службу наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет. То же деяние, совершенное посредством причинения себе телесного повреждения или путем симуляции болезни, посредством подлога документов или путем иного обмана, а равно совершенное при других отягчающих обстоятельствах, наказывается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет. Статья 18. Уклонение от призыва по мобилизации. Уклонение от призыва по мобилизации в ряды Вооруженных сил СССР наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. То же деяние, а также уклонение от дальнейших призывов для укомплектования Вооруженных сил СССР, совершенное в военное время, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет или смертной казнью. Статья 19. Уклонение в военное время от выполнения повинности или уплаты налогов Уклонение в военное время от трудовой мобилизации или выполнения иных повинностей, а равно от уплаты налогов, наказывается лишением свободы на срок от 1 года до 5 лет или исправительными работами на срок до 2 лет Статья 20. Незаконный выезд за границу и незаконный въезд в СССР Выезд за границу, въезд в СССР или переход границы без установленного паспорта или разрешения надлежащих властей наказывается лишением свободы на срок от 1 года до 3 лет Те же действия, совершенные повторно, наказываются лишением свободы на срок от 2 до 5 лет Действие настоящей статьи не распространяется на случай прибытия в СССР иностранных граждан без установленного паспорта или разрешения для использования права убежища, предоставленного Конституцией СССР Статья 21. Нарушение правил международных полетов Влет в СССР и вылет из СССР без установленного разрешения, несоблюдение указанных в разрешении маршрутов, мест посадки, воздушных ворот, высоты полетов или иное нарушение правил международных полетов Наказываются лишением свободы на срок от 1 года до 10 лет или штрафом в размере до 10 тысяч рублей с конфискацией воздушного судна или без конфискации Статья 22. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта Нарушение работникам железнодорожного, водного или воздушного транспорта правил безопасности движения и эксплуатации транспорта А также недоброкачественный ремонт транспортных средств, путей, средств сигнализации и связи, повлекшие те же последствия, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 15 лет Те же деяния, если они не повлекли, но заведомо создавали угрозу наступления тех же последствий, наказываются лишением свободы на срок от 1 года до 3 лет или исправительными работами на срок до 2 лет Статья 23. Повреждение путей сообщения и транспортных средств Умышленное разрушение или повреждение путей сообщения, сооружений на них, подвижного состава или судов, средств связи или сигнализации, которое повлекло или могло повлечь крушение поезда, аварию корабля или нарушение нормальной работы транспорта и связи, Наказывается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет и со ссылкой на срок от 2 до 5 лет или без ссылки Статья 24. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг Изготовление с целью сбыта, а также сбыт поддельных государственных казначейских билетов, билетов Государственного банка СССР, металлической монеты, государственных ценных бумаг или иностранной валюты Наказывается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от 2 до 5 лет или без ссылки Те же действия, совершенные в виде промысла, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от 2 до 5 лет или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества Статья 25. Нарушение правил о валютных операциях Нарушение правил о валютных операциях, а также спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без конфискации, с обязательной конфискацией валютных ценностей и ценных бумаг и со ссылкой на срок от 2 до 5 лет или без ссылки. Те же действия, совершенные лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренные настоящей статьей, а равно спекуляции валютными ценностями или ценными бумагами в крупных размерах, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от 2 до 5 лет, или без ссылки, или смертной казнью с конфискацией имущества. Статья 26. Недонесение о государственных преступлениях. Недонесение об известных готовящихся или совершенных государственных преступлениях, предусмотренных статьями 1, 6, 9, 14 и 24 настоящего закона, наказывается лишением свободы на срок от 1 года до 3 лет или исправительными работами на срок до 2 лет. Статья 27. Укрывательство государственных преступлений. Заранее необещанное укрывательство государственных преступлений, предусмотренных статьями 1, 6, 9, 14, 15, 24 и 25 настоящего закона, наказывается лишением свободы на срок от 1 года до 5 лет и со ссылкой на срок от 2 до 5 лет, или без ссылки, или с ссылкой на срок до 5 лет. Песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok